Мы все уже здесь, друзья, на вашей территории и сердце. 18.04 в столице. И мы рады вас приветствовать на телерадиоканале Страна ФМ. Друзья мои, здесь я, меня зовут Маша Новая. Вместе со мной замечательный, очаровательный Роман Шаков. Очаровательный прежде всего, наверное, потому что молчит. Здравствуйте, друзья. Всем добрый вечер, добрый весенний вечер, который станет сейчас еще теплее. Он станет горячим сегодня, просто зашел. Он зажигательный человек с прекрасной солнечной улыбкой. Да, друзья, Карен Рутюнов сегодня вместе с нами. Прошу любить и жаловать ваши аплодисменты. Этот человек, на самом деле, очень многогранный. Это, во-первых, стендап-комик, также он сценарист и режиссер многих телевизионных проектов. Но и на этом его таланты, да, не заканчиваются. Актер, плюс еще резидент комедий-клаб «Регион Стайл», участник проекта «Стендап». В общем-то, мне кажется, этот список можно перечислять бесконечно. Будем сегодня обо всем тебе расспрашивать. Расскажи что-нибудь, а то люди, которые нас слушают в радиоэфире, думают, что мы просто прикалываемся. Да, и никого нет сегодня с нами. Да, всем привет. Все правильно вы заметили, все правильно вы нашли на меня информацию. Все так и есть, да. Я очень по жизни позитивный, веселый человек и готов поделиться сегодня своим позитивом здесь, в студии. Карина, вот у меня сразу первый вопрос. Тебе уживается столько, ну, как бы разноплановых, да, скажем, профессий, но они все, наверное, в одной сфере деятельности. Что вот больше из тебя все-таки выпирает? Ты больше сценарист, режиссер или стендапер? Кто ты есть? Как ты сам себя чувствуешь? Ну, в плане стендапа, знаете, все эти амплуа, они все требуют все равно саморазвития. Поэтому я каждому уделяю стопроцентное время свое. Многие подумают, это как? Чувак, ты там загнул. Три часа на режиссуру, три часа на юмор в день, да? Можно сказать, 24 часа на режиссуру, 24 часа на сценарий и на стендап. Это все я развиваю, все три направления. Мне это интересно, самое главное. То есть нет такого, чтобы я это делал как-то в специальный или в натяг. Все прямо. Ну, мы можем понять, что такое сценарное ремесло режиссура, но стендап вот это очень еще новое такое, не так известное, как сценаристы и режиссеры. Расскажи, как ты встал на этот путь вообще? Кто подсказал, где посмотрел, кого учился? Я на самом деле еще с КВН как-то чувствовал в себе вот такую индивидуальность в плане подачи материала. И сразу для нашей широкой аудитории напомним, в какой команде КВН ты был? Так, я на самом деле начинал и со школьной команды КВН. Мне очень давно я как-то попал в команду КВН. Засосало, да. Сразу же. Кстати, тогда команда называлась «Дети новых армян». Была такая команда. Да, это ребята из института создали такую команду. И меня пригласили, я тогда учился в школе. И это была такая армянская диаспора. Почему тебя пригласили? Ты был фактурный, красавица или что? А как такого красавца не пригласить? Или ты юморил на каждом шагу? Нет, просто я был один армянин из всей школы. А, вот оно в чем дело. Так скажем, да, такая диаспора армянская. И позвали меня, сказали, вот, у нас есть и дядя, и младший, и старший, и средний, но нет школьника. И вдруг школьник оказался я. Есть школьник. Да, да, да. Меня подтянули, и получилась такая интересная сборная. Вот. Это все пошло... После того меня засосало в КВН, и я начал играть в КВН, и уже там восьмой класс, девятый, и уже, то есть, десятый. Ты прям рос вместе с КВН. Да, да, да. Ух ты. Да. И вот оттуда у меня пошла вот эта индивидуальность, потому что тогда в десятом классе у нас было авторской группы, так это назовем. Всего лишь два человека. Я и мой одноклассник, с которым мы писали шутки, и преподаватели. Две разные группы. Ничего себе. Да. И преподаватели в этом участвовали. Молодые преподаватели, в основном женщины, девушки, они там... У них был свой юмор, да, да, и серии. Женский юмор, это вообще отдельный пласт. Друзья, мне кажется, вот что было дальше, давайте на этом поставим маленькую запятую. Существует ли женский юмор, об этом мы поговорим. Друзья, оставайтесь в компании «Страна ФМ». Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Карен Рутюнов по-прежнему у нас в гостях, вечерний эфир продолжается. И мы продолжаем пытать Карена, как же он развивался, ну, не только в танце, но и в КВН. В юморе, да. Мы вот закончили в прошлом выходе, мы остановились на КВН и на женском юморе, что самое интересное. Вот давай все-таки продолжим. Я продолжу, да, женский юмор. Когда я понял, что учителя не могут подавать шутки, мною написанные, потому что мы распределяли это среди актеров в нашей команде, я пришел к выводу, что мне нужно лично самому говорить эти шутки. И так получилось, что все сильные номера и шутки зацикливались на мне, и получилось, что я читал, ну, получилось, что я как стендап-комик читал монологи. А ты знал вообще, что существует такой жанр? Нет. На тот момент? Нет, кстати, на тот момент я не знал. Ну, это, наверное, как-то по-другому называлось, то есть юмор не существовал, да, юмористы-комики были, но просто стендап. Эстрадный монолог это называлось тогда. Да. И вот так вот как-то со временем я начал тянуть это на себе, и когда уже пошел жанр стендап, но мы узнали это из другой культуры американской, и мы уже поняли, что, а, наверное, то, что мы делали в Квене, вот когда ты один выступаешь, это что-то похожее на стендап. Ну, подожди, а шутки ты уже тогда начал писать и придумывать, помимо того, что читать? Вот расскажи, пожалуйста, как происходит сам процесс создания юмора, где ты черпаешь вдохновение, где ты, может быть, что-то подсматриваешь, и это себе куда-то записываешь или все запоминаешь. Вот как это происходит? Как родить шутку? Ну, юмор, он делится на определенные категории. Есть визуальный юмор, есть репризный юмор, шуточный. Так, я записываю помедленнее, пожалуйста. Есть комедия наблюдения, есть комедия положения, это все по-разному. То есть нужно владеть этими инструментами, чтобы делать качественный продукт. И когда ты как создатель знаешь все эти инструменты, у тебя, конечно, получится хотя бы по правилам написать шутку. По правилам? Там есть еще какие-то правила? Конечно, где-то преподают это, Карен, скажи, как это постичь. Ну, это с опытом, наверное, приходит. Но для меня, я считаю, что там вот преподавать юмору, наверное, ну, лучшая фабрика звезд, это КВН, да, в свое время таких вот талантливых ребят выпустила. И это что касается юмора вообще, в целом. А именно жанра стендап, то есть определенные учебники. Да, да ты что! Ну, как учебники, есть просто одна книга, но они уже... Ну, поделись, как называется? Называется она Comedy Bible. Бабл? Да, да, да. Кто написал? Нет, Bible. Бабл? Да, Comedy Bible просто называется. Интересно, хорошо. Так, все, друзья, запомнили. Подвержи, что такое вот это вот слово. Джоди Картер. Кто написал? Создатель. Кто написал? Джоди Картер. Джоди Картер. Все, будем смотреть. Ну, это на самом деле, знаете, это как книга КВН, да, которую Андрей Чебурин когда-то там написали. Да, то есть это история такая, она классика, это считается классикой. Там просто можно вычитать схему построения шутки про стендап, все, ну, вообще, как это все строится. То есть есть тема. Ты знаешь эту схему? Да, да, конечно. Ну, с чего начинается шутка? Вот мы задаем какую-то тему. Да, мы берем тему, которая беспокоит всех, очень важно, чтобы это не просто вот твой какой-то внутренний прикол, и ты, ха-ха, смотрите, а вот так, да, не смешно, я никому не знаю. А, то есть нужно брать именно то, что беспокоит всех. Конечно, конечно. Я думала, что как раз-таки стендап, что беспокоит тебя с твоим личным мнением. Стендап, прежде всего, это твое отношение к проблеме через призму юмора. И это очень важно, чтобы ты сказал, вот, знаете, вот сейчас вот актуально там вот такая-то проблема, да? Вот всех же это раздражает. И все сразу, да, да, мне тоже, да. И ты начинаешь давать предпосылку. Ну, например, да, реновация. Вот странно, да, вроде бы люди живут-живут, и тут им говорят, слушай, мы вас сейчас выселим, да? И такие, да, да. То есть ты начинаешь давить на больное, люди тебя поддерживают, потом ты возвращаешься как предпосылку, да, почему это все началось, чтобы закрепить тему шутки, и потом начинается юмор. Неожиданный исход этого. То есть добивки и октауты, перевертыши, которые усиливают юмор, да, и миксы. Пока молодые стендаперы сейчас стенографируют вот всю эту фразу, мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Будьте поблизости. Надо переварить. Кстати, в прошлом выходе нам же Карен рассказала всю теорию, как рождается юмор, что берется некая тема, и потом вокруг нее все это насаживается и так далее. Может быть, небольшой мастер-класс сейчас для всех наших зрителей и слушателей ты произведешь? Я так рассказывал, что, наверное, все мои коллеги, комики, сидят такие, читай там, читай. Кстати, слушай, по поводу комиков, по поводу коллег, они вообще насколько легко принимают доброжелательно новичков в это вот? Или проверяются сразу на прочность? На самом деле проверяют сразу, потому что это же у нас очень сложный путь добиться успеха, наверное, в плане вот так вот юмора. Потому что сам по себе жанр стендап, он сложнее, чем все остальные эстрадные номера, чем КВН. Потому что КВН-то всегда, даже выступая там где-то в несмешной миниатюре, в сценке, ты понимаешь, что ты прикрываешься псевдообразами. И ты зрителю демонстрируешь просто какую-то породию на что-то. Да, ты в маске. А здесь ты один, это твоя позиция. Ты выходишь и говоришь, у меня накипело, я сейчас поделюсь. И добавлю шуток. И зритель тебя ждет и требует от тебя большего. Так что же у тебя накипело как раз? Я вот к этому и подвожу. У меня что накипело? Мастер-класс? А, мастер-класс примера шуток, который... Ну, да, что-нибудь, может быть, из заготовок. Я всегда, например, рассказываю про то, что я армянин, потому что внешний не так сильно похож. И я всегда развеиваю миф о том, что... Какая-то белокурый блондин. Да, да, этот белокурый блондин. И я всегда рассказываю, что вот я армянин национальности, да, и вот я живу в Москве. И во мне все пытаются увидеть романтика. А я не романтик, я говорю, я темпераментный армянин. Я вот пытался девушке продать розу, она подумала, что я дарю эту розу. А, продать? Да, она выхватила и говорит, ой, сразу видно, вы армяне с детства романтики. Я говорю, в смысле с детства романтики? С тебя пять тысяч. Да, да, знаете, такое ощущение, что я в детском саду сидел, уже оттуда, вот знаете, прям пестрил романтикой. Вот сидел такой и говорю, воспитательница, Аджана, а можно эту кашу за тот столик положить, да? Да, вот такой вот, типа, да, да, вон той девочке, которая козыльки об колготки вытирает. Такой вот маленький, да, да. В детском саду маленький сидел такой, кидал там ей комочки от каши. То есть... То есть ты делаешь акцент на этом, у тебя есть такой некий образ, получается. Ну, не образ, я просто рассказываю и начинаю вот доводить, то есть, условно, если разбирать сейчас на примере вот эту шутку, то есть, да, есть проблема, я ее озвучил, что вот меня путают, да, часто мой темперамент путают. И я начинаю вот это выворачивать, что он... То есть я зацепился за слово. Он говорит, ой, вы армяне с детства романтики. Я говорю, с детства? Такое ощущение, что нас с детства всех готовят. Мы с детства прям сидим в детском саду. И начинаю утрировать, да? И прямо вот, прям пестрим романтикой. Мы прямо вот сидим, нам, вот, говорю, воспитательница, давай эту кашу за тот столик той девочки. Это вот туда забери, это сюда, эти цветы туда. И доводишь, доводишь, доводишь уже просто до высшей точки юмора. Карен, как в жизни тебе это помогает? Вот, не знаю, пошел ты в ЖКО, например, что-нибудь решать, в управляющую компанию или еще где-то, например... Там без юмора вообще никак. Как вот удается очаровывать, удается решать вопросы? Расскажи. На самом деле, да, я считаю, что все через призму юмора, это юмор, это самый лучший мостик налаживания отношений. Да, всегда, даже, даже когда самый напряженный момент, когда на тебя кто-то хочет накричать или эмоционально там отчитывает. Просто такие моменты можно, не знаю, если есть под рукой пирожное, взять, просто тебе в лицо воткнуть, начинать размазать и облизывать. Он говорит, будешь? Понимаете, это даже еще психологический ход, то есть ты просто сбиваешь напряжение человека, и он теряется, он вроде хочет тебя поругать, а ему смешно, потому что ты стоишь, у тебя пирожное на лице. Пирожное, давайте оставим тогда на десерт, прямо сейчас немножечко прервемся на очень вкусную музыкальную композицию, и скоро продолжим, оставайтесь с нами. Карен Рутюнов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», и мы сейчас приготовили, ну, творческое объединение Маши Новой, приготовила интересный конкурс или какую-то такую забаву. Ром, ты участвовал когда-нибудь в разгонах? В разгонах? Да. Ну, это если автомобиль, например. Нет, юмористических разгонах сейчас нам Карен покажет, расскажет, как это делается. Карен, у нас есть для тебя маленькое задание. Я знаю, что ты еще и режиссер, еще и актер, снимался и так далее, правильно? То есть тема фильмов, кинематографа тебе близка. Ну, и тема юмора. Давай попытаемся это сейчас в нашем интеракте все это объединить, и я предлагаю тебе сейчас сделать трейлеры несуществующих фильмов. То есть я буду тебе давать название фильма, выдуманного, но основанного, там, тебе названия будут оказаться похожими на кое-что. Да, а ты попробуй сделать трейлер, то есть это такая импровизация, друзья. Карен действительно не готовился, он вообще не знает, что сейчас будет происходить и что там появится, зародится в его мозгу. Итак, пожалуйста, трейлер к фильму, к мультфильму «Белоснежка и семь копов». Как ты думаешь, о чем может быть этот фильм? «Белоснежка и семь копов». Именно рассказать или показать? Трейлер, итак, встречайте. «Белоснежка и семь копов». Кинотеатр, да, «Малышей», это мультфильм. Да. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Эй, Ворчун, хорош ворчать, смотри, кто это? О, она идет сюда, смотрите, она идет сюда. Фей, Малчун, ты что, уже заговорил? Ой, а что это такие веселые гномики? Это кто здесь такие? Эй, Ворчун, это мы не гномики, мы копики. Смотрите, это и весной. Ворчун, беги. Стой, тварь. «Белоснежка и семь копов». Скоро в кинотеатре. Вау, я бы посмотрела на этот мультфильм. Мне кажется, в конце их поймал Бамблби. Мне кажется, какой-то... Не, а, это же детский, подождите. Это же детский, это надо... Вот я и думаю, сейчас все дети просто выбежали из зала с крикой «Вама!». Современные дети, слушайте, они знают Мегатрона. Да, кстати. И неудивешен вот таким трейлером. Они как раз на такое и пойдут. Окей, тогда давайте немножечко посерьезнее, друзья, соберемся. Да, то это были шуточки, все хихоньки, да, хахоньки про детей. Теперь серьезно. Настроение, конечно, еще когда ты смотришь, то есть ты пишешь, с тобой работает режиссер, и ты вникаешь в персонажа. То есть в первую очередь нужно попасть в его липсинг, тембр голоса и попадание в движение губ. А потом это отложить, потом окунуться, то есть представить себя на его месте, окунуться вообще в эту ситуацию. То есть, по сути, принять на себе эту роль, сыграть эту роль. Вот что сложное самое. То есть ты еще начинаешь реально как актер работать за кадром. Ты играешь эту роль, потом уже вспоминая то, что липсинг, это соединяешь и попадаешь в губы, в его тональности. Но есть места, где не надо попадать в липсинг. Это мультфильмы, которые ты мог бы сделать сам. Да, это точно. У тебя же был опыт. Я сейчас как раз занимаюсь этим. Мы записываем привозь на один анимационный мульт нашего собственного производства. Да. И он скоро тоже выйдет. Что это за мульт? Это очень интересно. Секретик мы не можем раскрыть? Компьютерный рисованный пластилиновый какой? Это не пластилиновый сложно будет в наше время. Хотя я занимался пластилиной анимацией. Да, я делал мультики. Тогда еще даже снимал это на пленку с Фема. Представляете, монтировал на старых бобинных вот этих фильмовских аппаратах. Ты сам все лепил, скажи мне, с пластилина. Всех человечков, зверьков. Они в порядке 20 сантиметров фигурки, да. Даже аниматика, губ, все это делал специально. Как кропотливо. Это ж надо каждую там губку повернуть. Меня вдохновлял Ник Парк, Ардман Анимейшн. Такой вот Ник Парк, создатель анимационных мультиков про Волюса и Громета. Побег из курятника смотрел. Да, да, да. Вот это все. И пластилиновые вороны, конечно. Они прямо идеально... Он очень четко вписал эту культуру пластилинов в этих персонажей. То есть не как, например, другие мультики, где ты даже не понимаешь, это пластилин или нет. А вот у него прямо вот эта вот мимика, широкие ртые зубы. Да, это все вот прямо вот пластилин двигается. И это круто. Когда мультфильм будет готов? Рассказывай. Мультфильм сейчас... Тизер делаем, фрагментик. То есть как строится анимация. Она же изначально записывается голос, и уже под голос потом рисуется персонаж. Конечно, я и говорю, персонаж. Да, да, да. То есть вся звуковая дорожка собирается. То есть диалоги персонажей и какие-то фонные, фончики, звуковые фоны. Вот. И потом уже под это рисуется персонаж. Потом делается фазировка на движение персонажа, чтобы фазировка — это плавность движения аниматика. А актеров зарисовывают в то время, когда они вот что-то там руками машут как-то? Есть же такое... Это для ускорения, да, и для каких-то сложных сцен. Да, это называется motion capture, захват движения, когда на датчиках сенсорных ты анимируешь быстрее персонаж. Мы сейчас это делаем даже не только для анимации, а для сложных трюковых сцен в нашем кино. У нас же там все много сцен будет. Машины, взрывы, перевороты, прыжки, драки очень красивые. И мы используем захват движения для того, чтобы просто на стадии предпродакшена, то есть при подготовке, анимировать 3D-персонажа. То есть мы полностью создаем 3D-моделирование в локации и сцены всей самой сложной. Посекундно замеряем, сколько проедет машина, где будет подрыв и удар, куда машина пролетит, с какой скоростью. То есть специалисты работают рассказывать. Скажи главное, сколько времени осталось у Голливуда до того момента, когда вы уже выйдете в прокат? Мало, все время тик-тик. Мы просто с братом очень в этом плане такие перфекционисты, и мы хотим делать качественно. Ну, года два есть у них еще? Да, да, вполне. Все, хорошо. Ну, не больше, Карен, мы тебе хотим пожелать, чтобы все твои проекты, естественно, реализовались, чтобы ты был успешным. И в стендапе, и как режиссер, сценарист, продюсер. В общем-то, успех тебе во всех твоих сферах деятельности. Спасибо за твою улыбку, за лучистость глаз. Спасибо большое вам, друзья. Спасибо, друзья, что были с нами. Всем пока, хорошего настроения.